А когда я проснулся, просто у меня рожа опухлая, соли наел. Я навествовал меня. Я не знаю, ну у меня сейчас задача, я в Усильске... Не сфиксовать его, а про котиков. Выходите туда, тестировать эти вычки. Но тем не менее, в общем, шутки-шутки, но контроль усиливается. И вот в таком формате, в том числе. Здесь какая ломка, мне кажется, она очень мерзкая и кривая. Понятно, что в регионах и на федеральном уровне, наверное, для них это проблема журналистов, которые периодически тоже им достаются на акции. В общем, хотят ее как-то действительно отфиксировать. У вас были комментарии у Фадеева на той неделе. Но эта тема постоянно есть. А как вот журналистов обезопасить? Мне кажется, уж, я не знаю, моя точка зрения может не совпасть с твоей точкой зрения, с точки зрения Виндиктова, но мне кажется, на самом деле, журналист, да, он работает, он выполняет свои профессиональные обязанности. Но его максимально выделять, наряжать его, делать из него какую-то новогоднюю елку, это, наверное, не совсем правильно. Вы вот как власть, например, вы хотите акцию разгонять. Вы задумаетесь о том, зачем вы разгоняете? Почему вы должны вот это отделять? Вы вот там выстрелились к ЛИНу, да, ОМОНовцы? Вы бежите на толпу людей безоружных, которые просто стояли, они, может быть, даже ничего не кричали. За Навального, не за Навального, за Маверс, за Котиков и так далее. Но вы их хотите разгонять. То есть вы всех начинаете месить, безоружных людей, а журналистов мы не трогаем. Почему? Потому что журналисты потом будут вонять. Какие-то вот эти вот всякие разборки на, не знаю, на заседаниях Совета по правам человека, где-то еще в Фейсбуке вы напишите, потом посты и так далее. Простых людей месить можно, журналистов не надо. Ну, хорошо, найдите вам вот эти вот бейджики, QR-паспорта и прочее. Наденьте жилетов 10 штук, чтобы вы там потные все ходили в них. Это неправильно? Может быть, блин, вы задумаетесь о том, что, в принципе, надо отношения поменять к тому, как вы себя ведете, как силовики себя ведут на этих акциях. Это правда. Но не винтите людей. Прежде чем замахнуться, вы не думаете, это журналист или не журналист. Вы думаете, а зачем я замахиваюсь? Человек, который стоит передо мной, я его хочу отоварить сейчас дубинкой. Он представляет угрозу или нет? Ну, ты немножко путаешь две вещи, потому что люди в форме, они все-таки выполняют определенные функции. И ты вышел туда не выражать свою гражданскую позицию, согласие или несогласие с действиями власти, а ты вышел бы, как бы, грубо говоря, нейтрально это фиксировать. И поэтому ты не должен... То есть дубинки, они направлены против участников. Ты не участник, ты можешь быть врачом скорой помощи, который держит. Но мне как не участник, но хотелось бы, чтобы дубинки не были направлены против участников, которые сами никого не задирают, не пьют и так далее. Давайте послушаем программу «Цифра», а после вернемся. Это Машмайер с Алексеем Нарышкиным. «Эхо Москвы» представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий. С вами Яков Широков и Анна Розова. Здравствуйте. Некоторые пользователи сервиса WhatsApp через пару недель могут столкнуться с трудностями. С середины мая мессенджер будет ограничивать возможности для тех из них, кто отказался принять новые правила работы. Администрация ресурса поясняет, что учетные записи таких пользователей не будут удалены. Однако они не смогут читать и отправлять сообщения. Для них WhatsApp будет работать только на прием звонков и уведомлений. Между тем, новые правила предполагают, что клиент сервиса предоставляет больше пользовательских данных материнской компании мессенджера Фейсбуку. Зимой, когда влагаются в WhatsApp, пытаясь внедрить эти правила, это вызвало критику. Главное – захотеть. Китайская компания One Plus выпустила смартфон в одном единственном экземпляре. Nord LE разыграли в Инстаграме компании. Победительницей оказалась жительница польского Фрослова. Стоимость аппарата не разглашает. В то же время, по сути, это модификация аппарата линейки Nord. Его главное отличие – цвет. У смартфона LE он с оттенками плавно переходящими из оранжевого в зеленый. Устройство поддерживает связь 5G, экран на 6,5 Гюм с высокой частотой обновления. Двойная камера для автопортрета на 32,8 миллионов пикселей. А также четверная тыльная с датчиками на 48, 8, 5 и 2 миллиона пикселей. На ней приносят деньги. Microsoft покупает разработчика голосовых технологий, на основе которых работает сервис Siri от Apple. Корпорация заплатит за компанию Nuance почти 20 миллиардов долларов. И, как отмечают аналитики, это на 23% выше рыночной стоимости проекта. В то же время, по сведениям агентства Reuters, изначально Microsoft собиралась заплатить 16 миллиардов долларов. С чем связано повышение стоимости, пока неизвестно. В корпорации сказали, что они уже два года успешно сотрудничают с этой фирмой. Nuance занимается разработка программного обеспечения, в том числе в области искусственного интеллекта. Пока неизвестно, будет ли проекты дальше сотрудничать с Apple. Ранее производитель айфонов начал формировать свое подразделение по развитию голосового помощника. Это случилось после того, как появились слухи о покупке разработчика южно-корейской Samsung. Это вторая крупная покупка Microsoft за последние пять лет. До этого была социальная сеть для профессионалов LinkedIn, за которую компания заплатила в 2016 году больше 26 миллиардов долларов. Предупрежден, значит вооружен. Партия телефонов Vivo загорелась в аэропорту Гонконга. Это случилось, когда их грузили в самолет. Никто не пострадал. По сведениям местной прессы, в сгоревших коробках были аппараты Vivo Y-20. О причинах пожара пока не сообщается. Из-за этого происшествия местная авиакомпания запретила перевозить смартфоны в грузовых отсеках самолетов. Представитель Vivo сказал, что они получили информацию о ЧП. И специалисты компании присоединились к расследованию. Самый громкий скандал с самовоспламеняющимися смартфонами произошел четыре года назад. В центре внимания тогда оказалась модель Samsung Galaxy Note 7. Компании пришлось отозвать все проданные смартфоны. Это привело к огромным убыткам. С вами Галина Розовая, Ковшироков. До встречи. Эхо Москвы представляет программу «Цифра. Погружение в мир высоких технологий». 8.30 в Москве. Здравствуйте. В студии Константин Мирошников. На их новости американская разведка создает центр по борьбе с иностранным влиянием. Об этом ведомстве рассказали изданию «Политика». Предполагается, что новая структура будет собирать все данные, связанные со злонаверенным вмешательством из-за рубежа, и консультировать политиков по этому вопросу. В частности, предполагается, что центр сфокусируется на деятельности России, Китая, Ирана и Северной Кореи. В середине апреля, напомню, Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы, обвинив ее во вмешательстве, в выборы и в массовой кибератаке. Румынские власти назвали независимым свое решение выслать российского дипломата. Премьер-министр Флорин Китсу сказал, что действия Бухареста не являются какой-либо компанией или солидарной реакцией на то, что происходит в других странах. Накануне МИД объявил помощника военного атташе России Алексея Гришаева персоной Нонграта. Причины назвали противоречие его действий положением Венской конвенции. При этом несколько стран ранее выслали российских дипломатов со своей территории в знак солидарности с Чехией. Прага сочла 18 сотрудников российского дипредставительства офицерами спецслужб. Президент России Владимир Путин сегодня посетит Петербург. В северной столице его ждут Эрмитаж и одна подстанция скорой помощи. Горожане обсуждают масштаб перекрытий. О петербургских планах главы государства Арсений Веснин. Владимир Путин проведет в Петербурге два дня, вторник и среду. В первую очередь президент собирается принять участие в заседании Совета законодателей при федеральном собрании. Оно пройдет в Таврическом дворце. Помимо Путина, там будут руководители двух палат парламента, Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также вице-премьеры и министры. Они будут обсуждать реализацию тезисов из последнего послания президента, а также вопросы, связанные с пандемией коронавируса. Обычно во время таких мероприятий во дворах рядом с Таврическим дворцом дежурит ОМОН. На крышах снайперы, а центр города регулярно перекрывают для проезда кортежей. Также Владимир Путин во вторник собирается посетить Эрмитаж и подарить музею комплект церковной утвари 19 века. В среду Владимир Путин отправится в Пушкин, где по планам осмотрят новую станцию скорой помощи. Телеканал Дождь сообщает о задержании журналиста Алексея Коростелева. К нему домой пришла полиция. Коростелева забрали в отделение для составления протокола за участие в несогласованной акции протеста 21 апреля, на которой он работал как журналист. У него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью «Пресса». Передает телеканал Дождь. И в завершении выпуска о погоде. В Москве плюс 3 градуса сейчас в столице. Небольшой дождь. Давление 743 миллиметра ртутного столба. Завтра по прогнозам синоптиков ожидается около 10 градусов тепла и местами осадки. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы». Реклама Мой бизнес связан с отправкой и получением различных товаров. Отправляя груз в другой город, я должен быть уверен, что он не потеряется и придет вовремя. Мне важно знать, что в нестандартной ситуации я смогу обратиться за помощью к людям, которые мне помогут, порой выходя за рамки регламента и общих правил. И я знаю, куда обращаться. Транспортная компания «Байкал-сервис». Индивидуальный подход к каждому клиенту. «Байкал-сервис». Удобная логистика для людей и компаний. Главное светское событие года. 18-й благотворительный Венский бал в Москве. 29 мая. Гостиный двор. Более полутора тысяч гостей. Грандиозные церемонии открытия с участием ста пар дебютантов. Гала-концерт звезд мировой оперы. Симфонический и джазовый оркестры. Танцы до самого утра. 29 мая. Гостиный двор. Венский бал в Москве. Дополнительная информация на сайте «Венский бал.ру». 12+. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. Во вторник в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит экономист Сергей Алексашенко. После 17 часов. В этот вторник после 20 часов в программе «В круге света». Украинский гамбит. У нас в гостях руководитель Центра украинских исследований Институт Европы РАН Виктор Мироненко и шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Ведущие эфира Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе. «В круге света» во вторник после 8 вечера. «Если хочешь все понять, но даже ради смеху что-то зеркало пенять, подключайся к бегу». Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Разворот. 8.35. Вот вы слышали, да? Машмэр с Алексеем Нарышкиным задержали корреспондента «Дождя» Алексея Короселева, который работал 21 числа на акции, освещал мероприятия. У него было удостоверение, редакционное задание, вот это все. И у меня один вопрос. А какие правила игры? Я не понимаю. Вот только что же мы говорили, да? Да, жилеты, QR-коды и так далее. Так это вообще ничего не работает. Для меня несколько минут, не только что, а некоторое количество времени назад спросил, как я отношусь к тому, что доксе смягчили вот эти условия содержания, да? Условия, как присутствия дома, ограничительные меры. Я тебе сказала, хочу казню, хочу милую. В этой логике нет правил игры. Их не существует. Их не существует точка. Десять раз обешивайте корреспондента дождя QR-кодами, ничего это ему не поможет. Потому что если его захотят задержать, его задержат. Точка. Все, понимаешь? Я негодую. Все. Отвратительно. Негодуй, сколько хочешь. Твое негодование вообще никуда, за пределы этой комнаты, наверное, не выходит, этой студии. Негодуй, пожалуйста. Все в твоей власти. В твоей власти не додавайтесь. Давайте обсудим что-то, что нас сможет больше сплотить. Да, да. Например, смотрите, вот группа из 30 депутатов Госдумы, она сплотилась. Их там всего 450, и сплотились целых 30, понимаете? Это вот сплочение настоящее. Это единомыслие такого, которое в Государственной Думе вообще еще сложно, нужно еще поискать, да, и сложно найти. Группа из 30 депутатов, это вчерашняя, ну, собственно, мы ее зацепили уже, когда наш утренний разворот заканчивался. Так вот, они предложили... Мы к нам всегда с объедками информационными приходим после богатых вечеров. В некотором смысле. Вечеров, да. Да, и эта группа из 30 депутатов предложила присвоить одной из улиц или площадей в Москве имя бывшего мэра Юрия Лужкова. Давайте... Соответствующее письмо направлено на имя действующего руководителя Сергея Собянина. Городского руководителя. Да, давайте сразу голосование запустим. Заслужил ли... Извините. Заслужил ли Юрий Лужков улица в своей честь в Москве? Да, заслужил 101-2011. Нет, не заслужил 101-2022. Начался подсчет ваших голосов. Еще раз вопрос. Мы проводим телефонное голосование. Заслужил ли бывший покойный уже ныне мэр Москвы Юрий Лужков улицы в своей честь в Москве? Да, заслужил 101-2011. Нет, не заслужил 101-2022. И, пожалуйста, ваши аргументы. Это очень, конечно, интересно. Вот мы говорим о том, что Хинштейн сплотился, но Хинштейн думает о том, чтобы москвичи... Что-то москвичи. Вот эта история с Настей Севчиной-Лужковой она как-то не слишком раззадорила и не причиняла ему каких-то серьезных неудобств. Говорит, Лужков-то Лужков, это хорошо. Значит, вот тут... Он сделал очень много, особенно в лихие 90-е, и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города. Но что он предлагает назвать? Он не предлагает переименовать. Он говорит, надо дать название какому-то безымянному месту, где нет домов и учреждений, чтобы не создавать проблемы москвичам. А в чем проблема москвича? И при этом надо еще заручиться поддержкой самих жителей этого района. Ну, потому что если ты переименовываешь улицу, значит, надо паспорта всем менять. Это такая вечная история. Даже маленький, маленький переулочек всегда это значит, житель должен прийти и какие-то документы переоформить. Это на самом деле геморрой. Ну, просто... Ну, это прикольно, слушай. Но ведь на самом деле ты же понимаешь только, что когда ты живешь на улице имени Лужкова, нет, просто на улице Лужкова, да, ты хотя бы понимаешь, о ком речь, потому что 90% улиц даже в твоем родном городе, они остаются для тебя такими ноунеймами. Надо лезть в Википедию и разбираться вообще. А надо разбираться, надо познавать мир вокруг себя, да. Да, это классно, но... А что тебе эта улица Лужковская? Ты ее на хлеб, что ли, Номаш? Что ты с этим делаешь? Нет, я, по крайней мере, знаю, кто это. Приходишь такая, а я живу теперь на улице Лужковская. Вау, супер. Ну, смотри, значит, авторы обращения уверены, что экс-руководитель столицы сделал очень много для народа. Не уточняется, хорошего или плохого, а для города. Для города и для народа. Мы ходатайство подписали главы трех думских фракций, четыре вице-спикера и ряд председателей комитета. А, ну, то есть 30 депутатов, такая же 30, но, посмотри, они все высокопоставленные представители нашей Нижней палаты парламента. А, Нижняя палата нельзя так говорить, да, по-володински. Не надо. Некоторые палаты, одно из палат парламента. Ранее в центре Москвы открыли мемориальную доску Лужкову, да. Ну, собственно, вот. И получается, что теперь есть инициатива. Ну, вот смотри, вот, очень интересно, ваше... Посмотри, пожалуйста, на СМС. На СМС как раз аргумент от наших слушателей. Мы вас спрашиваем, да, пока мы голосуем, значит, заслужил улицу Лужков 101-20-11, не заслужил 101-20-22. И ваши аргументы нам валятся на СМС плюс 7985-970-4545 и в чате в Ютьюбе. Вот пишут, а ему уже есть доска, и хватит. Ну, доска есть. И вообще бы я анафеме предала за компанию. Крис пишет. Сколько, 20 лет Лужков был, ну, чуть меньше, да, управлял Москвой. Ну, правда, ну, вот, вот, вот. Ну, просто с этим... Есть доска. Ну, очевидно, что любой... Доска у всех есть в Москве. Любой, скажем, не у всех. У нас, знаешь, есть такой депутат Евгений Герасимов, который вот... Человек, то еще прах не остыл, Евгений Герасимов из Столичной Городской Думы сразу такой, надо бы подумать о том, чтобы увековечить память. Вот, правда. Любой человек умирает московского какого-то размаха, разлива или такого общефедерального артиста, не артиста-политик. Сразу, сразу это просто совет, друзья. Если вы журналист, что делать? Как немножко расширить информационную повестку? Звоните депутату Евгению Герасимову из Единой России, который в комиссии по культуре, он вам сразу скажет, конечно, нужно увековечить память, нужно этот вопрос обсудить. И сразу, сразу у вас на вашем издании будут лайки обязательно. Ну вот, смотри, Марина пишет, при нем снесено более 360 исторических зданий, он начал точечную застройку уродливой торговой центра в историческом центре. Ну, понимаем о чем, да? Открыл дорогу застройщикам, изрядно изуродовал Москву. Слушайте, ну, понимаете как, я вас уверяю, что любой, скажем так, действующий или недавно ушедший, там, известный человек, даже не буду говорить, политик, к нему есть, ну, неоднозначные отношения в разных там слоях общества. И при этом, давайте, я не знаю, улицы Ельцина у нас не существует еще, или Ельцинской площади. давайте копья поломаем на эту тему. Вообще, любые, конечно, обращения к подобного рода символике, они довольно, ну, такие, они с душком, с осадочком всегда, потому что есть, что вспомнить хорошего, безусловно, и есть, что вспомнить плохого. Я бы предложила ввести закон, знаешь, какой-нибудь типа там, ну, это, кстати, действует, насколько я понимаю, через сколько-то лет, после, там, естественно, или там, ну, неважно, после кончины, там, 10 лет, 30 лет, 50 лет, то есть, просто, чтобы прошло время, вот эта вот пыль, она осела немного, и можно было так или иначе трактовать там вообще, ну, как бы это с точки зрения исторической памяти, а не только с точки зрения сиюминутной политической конъюнктуры. Да, слушайте, вот просто удивительно, вы начинаете вспоминать огромное количество различных достижений, достижений в кавычках у Лужкова, ну, не знаю, просто, ну, знакомый предприниматель рассказывал, что Лужкову в 90-х надо было занести путь червонцам, чтобы открыть дело, он для разминки тягал пудовую гирю. Так, Сергей Стюмень пишет, коррупционер-то он был знатный, а? Ну, мы этого не знаем. Машир был начальник, украл много, уродливых домов понаставил, центр изгадил, осиновый пол ему. Чего такие злые? Одна улица, пишет, да, хорошо, улица много, давайте, пусть будет пустырь, или нет, Лужков слой тупик, Лужок имени Лужков. Слушай, у меня, смотри, нам пишут, что Лужники уже висит. Какие? Проблемы. У меня рядом с дочей из деревни Лужки, там, ну, то есть, как бы, уже все, что надо, все уже названо, да? Нам предлагают из республики Татарстан идею назвать все торговые центры в честь Лужкова. Я вообще, я разговаривала с Компарком, и мне Лужковой хватит. Угу. Вот какие же родители? Его имя уже увековечено термином «Лужковская архитектура». Вы знаете, вот, я думаю, что я представляю себе, что будет твориться с нашим чатом, когда вдруг снизойдет, когда что-то поменяется в московской власти, и придет кто-нибудь, и скажет, а давайте что-нибудь назовем именем мэра, который находился у власти после Лужкова, но там перед еще каким-нибудь. Ну, то есть, вот его сам увидят. О, да что он сделал с мэрой, представляешь, какой адрозвитница. Нет, мы же Лужкова, давайте, и будем голосование мы с тобой проводить. Лужкова или Собянин? Это правда. Улица. На улице Лужкова дома построены в виде кепки. Ну, ладно, ну, вообще, как смешно. Вот тоже я видел, а ты знаешь, я видел в фейсбуке обсуждение. Ложкошная папа вспоминают для пенсионеров и говорят о том, что только за то, что он индексировал пенсии и дал вот эти деньги дополнительные, Лужков достал того, чтобы поставить, не поставить памятник, а назвать в честь его улицу. Лужкова улица поторена в виде шутки в фейсбуке еще вчера. А, Николай, да, да. Да, да. Николай напоминает нам, что вообще-то Лужков был отстранен от должности московского мэра за утраты доверия. Просто формулировали. Если это Медведев, Медведев отставлял Тушку, значит, мы воскричем с тобой. Алексей пишет, есть Тушку в мост, и хватит. Значит, голосование очень неоднозначное. Мы спросили у вас, достойный ли Тушку в трубе, заслужил ли он того, чтобы в его честь была названа одна из московских улиц, заслужил 51%, не заслужил 49%. Все, 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 В Москве в 8 часов 45 минут. Вот этого я сказать, не могу, но не спучат. Это не клава. Мой бизнес связан с отправкой и получением различных товаров. Отправляя груз в другой город, я должен быть уверен, что он не потеряется и придет вовремя. Мне важно знать, что в нестандартной ситуации я смогу обратиться за помощью к людям, которые мне помогут, порой выходя за рамки регламента и общих правил. Я знаю, куда обращаться. Транспортная компания Байкал-Сервис. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Байкал-Сервис. Удобная логистика для людей и компаний. Ура! Я беременна. Иду вставать на учет в сеть клиниц Столица. Подружка советовала. Там прекрасные гинекологи. Нет очереди и выдает все документы для Раддума. Телефон столицы 8495-604-1010. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Не знаете, как весело и интересно провести конференцию? Сыграйте с коллегами в Крис-Плейс. Это командная игра, победа которой помогут эрудиции и логика. Крис-Плейс подходит для всех возрастов и должностей. Будем устроить праздник для стран и даже для тысячи человек. Плажет в офисе и удача онлайн. Близ-близ-близ ваша улучшает интеллектуальное развлечение для вашего мероприятия. Подробности по телефону 8999-966-2050 и на сайте в листочках в разделе «РАДИО» Реклама на радио «Дэхо Москвы» Телефон 495-1010-210 495-1010-210 «За возрастом» опасность заразиться коронавирусной инфекцией усиливается, а у больных диабетом возрастает в разы. Об этом важно помнить представителям старшего поколения. Вакцинация снижает риски, а значит, у вас есть возможность жить без проблем и осложнений. Об этом надо знать Не помнить. Перевиться сегодня очень просто. Гораздо проще, чем пройти красную зону и долго устанавливаться после искусственной вентиляции легких. Вакцинируйтесь и живите полной жизнью. В эфире рекламная информационная программа «Будем здоровы». Добрый день. В студии Татьяна Рябцева. Первый в мире терапии синдрома разбитого сердца доказал эффективность. Ученые из университета Монша нашли метод предотвращения и нивелирования повреждений, вызванных кардиомиопатией токотцом. Эксперимент на грызунаге доказал кардиозащитное действие средства, которое в настоящее время используется для лечения рака. Оказывает защитное действие на гены и на процесс, регулирующий экспрессию генов. Теперь установлено, что соединения полезны для сердца. Синдром разбитого сердца – это ослабление левого желудочка, которое вызвано сильными переживаниями. Такое состояние имитирует сердечный приступ и характеризуется болью груди, одышкой и нерегулярным сердцебиением. Эксперты считают, что симптомы связаны с выбросом стрессовых гормонов, вызывающих изменения в клетках сердечной мышцы и кровеносных сосудов. Все это препятствует эффективному сокращению левого желудочка. Большинство пациентов с синдромом полностью выздоровывают в течение двух месяцев, что является хорошей новостью. Но плохая новость заключается в том, что некоторые из них сталкиваются с сердечной недостаточностью и лучшими осложнениями. Стандартизированного лечения синдрома нет. Новое вещество позитивно воздействует на гены, связанные с сердечными клетками, и может стать первой полноценной терапией синдрома вишитвитей. А правильное питание способствует не только снижению избыточного веса, но и помогает нормализовать артериальные давления и минимизировать риски сердечно-сосудистых осложнений. В последние годы ученые все чаще говорят о том, что отдельные полезные продукты не работают изолированно. Гораздо важнее регулярное употребление определенного здорового набора пищи и напитков. А сформировавшаяся приверженность к правильному питанию позволяет избежать появления ведущих факторов риска ранней смертности, артериальной гипертонии, ожирения, сахарного диабета и онкологических заболеваний. Сориентироваться в обилии информации о здоровье сердечно-сосудистой системы, а может онлайн-платформа, если у вас есть сердце. Кручевая задача портала в простой доступной форме рассказать пациентам о профилактике сердечно-сосудистых и других сопутствующих заболеваниях. Специальный раздел «Рецепты» включает блюда как на каждый день, так и для праздничного стола. Рецепт создан на основе ДАШ-диеты. Диетари, а прочие, тут-стоп, хипертензор или диетологический подход к лечению артериальной гипертонии. Система питания разработана для поддержания в норме уровня артериального давления. Совсем скоро майские праздники отпускают. А с кем оставить пожилого родственника, чтобы он тоже отдохнул и чтобы быть уверенными, что о нем позаботятся и он получит самый большой уход. Гериатрические центры компании «Синьор Групп» оказывают услуги ухода и реабилитации пожилых людей. Центры «Синьор Групп» соответствуют уровню ведущих центров Израиля и мира. Там работают сильнейшие команды профессионалов под патронажем израильских специалистов. Врачи-гериатры, психологи, реабилитологи, помощники по уходу и сиделки. Они знают, как улучшить физическое и эмоциональное состояние вашего близкого с любой степенью самостоятельности. В центрах проводится регулярный контроль приема лекарств, физиопроцедуры, МВК и другие мероприятия для укрепления здоровья резидентов. А нежедневные досуговые мероприятия, такие как терапия музыкой, арт-терапия и многое другое, делают каждый день интересным и насыщенным. Ваши родные и близкие достойны самого лучшего ухода и отношения. Поэтому в «Синьор Групп» не только оказывают медицинскую поддержку, но и заботятся о резидентах, делая все для повышения качества жизни, независимо от их психического и физического состояния. «Синьор Групп» наполняют годы жизни. Телефон 8495-308-0502. Сайт «Синьоргрупп.ру». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом УОО и со спайком. Будем здоровы! Это была рекламная информационная программа «Будем здоровы!» Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Радио-станция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика». 852. Экономический обозреватель Владимир Левшенко с нами. Доброе утро еще раз. Доброе утро всем. Да, Володь. Доброе утро. Так, ну что у нас тут такого интересного? На мире происходит цены на все активы продолжают расти. Вирус в ускорении. Мы не засмотрели на фондовый декабр. Это очередные, бесконечные, исторические максимумы цены на сырье товара. Тоже растет. Даже нефть растет, несмотря на очевидные проблемы с спросом. Больше 66 доллара дает за мучкой нефти. А почему она растет-то тогда? А почему она растет? Так, ну ничего не растет. Так, ну все растет. Например, у меня цены на продовольствия не потому, что у тебя спрос какой-то большой, да, а потому что проблема с предложением, вот, и денег напечатано много. И здесь есть вера в то, что мировая экономика все-таки будет расти приходными темпами, чуть ли не за всю историю, да, пока мы этого не наблюдаем, пока это исключительно в головах, в головах.